Всем привет! Вы слушаете подкаст с интригующим названием «Ребята, мы потрахались». В студии Сашка. Всем привет! И Дашка. Здрасте. 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 Здрасте! 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 Что, рассказывай, что там у тебя было вообще на неделе? Да все то же самое. Шатаюсь там по поликлиникам, всякие вот это вот бюрократические адры и всякое такое. Ну бабуль, бабуль, бабуль. Ну да ладно тебе. Ой, а цены видела? Ой, а цены, конечно! Коммуналка тоже вон пришла. Смотрю, думаю, это что такое? Просто. Вот такие у меня дела у тебя. Как? Нормально. Все больше рабочих процессиков возникает. Все вот после отпуска начинаешь погружаться во все это. Вот. А на носу как бы сентябрь горит. Вот. И я заметила, что у людей, ну как бы я давно заметила, что у людей еще со школы, видимо, сформировалось какое-то убеждение, что сентябрь – это типа период, когда все вот сейчас начинаем батрачить. Типа лето закончилось, ну вот как в школу идешь, в сентябре начинаются уроки, начинается учеба, типа новый учебный год. Также дальше у людей, они все такие как бы все лето такие… Летние каникулы, да, остались. Да, что-то как бы вот это. А с сентября все, все на местах, как бы. Давайте, будьте так добры. Все с сентября начинают заниматься спортом, начинают, не знаю, что-то там изучать, если хотели. Переходят на новые работы. Да, да, поэтому я тоже готовлюсь к такому же этапу. Думаю, чем же я займусь, пока не закончится сентябрь, и мне не надоест. Но пока только портфель купила, да, себе новый? Ручки цветные. Ручки. Как я обожала эту всю закупку. Гелевые ручки. Покупаешь все эти новые тетрадочки, думаешь, блин, как я буду классно учиться. Такая умничка буду, все такое красивое, новенькое, боже мой. Вот я, наверное, ребенка хотела только вот для того, чтобы покупать всякую фигню в школу. И сейчас родители, если какие-то слушают, такие, ага. Ну купи нам. Давай, блин. Умная, блин. Видела цены, блин. Да, я знаю, это дорого. Но когда я буду богачкой, вот тогда я буду покупать. Ждем, когда ты станешь богачкой. Да, а еще мы ждем ваших писем на нашу почту про отношения, расставания, влюбления, изменения. Непонятные ситуации в целом. Непонятные ситуации в целом, да, согласовано. Это большая часть писем. Ну вот, и, пожалуй, начнем. Давай. Ребята, привет. Привет. Мне почти 30. Пару месяцев встречаемся с молодым человеком. И сейчас есть ощущение, как будто проблемы возникают на ровном месте. Потому что главное это – хорошо. И я, и он заинтересованы в продолжении. Честны и готовы открыто обсуждать почти любые темы. И что тогда не так? Подождите. Что не так? Я была рада обнаружить, насколько мы схожи. Он тоже эгоист. Для меня это важно, чтобы потом меня не просили приносить себя в жертву семье, детям и так далее. И он свободен от многих предрассудков. Еще одна проблема именно для меня. В смысле, еще одна. А тут были проблемы сейчас? Пока еще нет. Вы же только сказали, что все хорошо. Что-то не так. А, так это и проблема. Понимаешь? Все хорошо – проблема. Ладно, еще одна проблема именно для меня. Я ощущаю, что меня как будто не ценят и уж точно не держат. У нас уже возникали два словесных разбора полетов. Во время последнего он готов был отказаться от меня, даже признавая, что я самая адекватная из его девушек. Не закатываю истерик и сама решаю свои проблемы. От этого очень обидно. Может быть, это детское ожидание с моей стороны, чтобы мной дорожили и боялись потерять. Если честно, определенный инфантилизм за мной наблюдается. А о его отношении я узнаю только из этих разборок. Например, в прошлый раз, когда мы чуть не разошлись, он сказал, что в первый месяц думал, что наконец встретил своего человека. О его симпатии я не догадывалась. Не было, например, ни конфет, ни букетов. А я весь первый месяц гадала, что ему от меня нужно. И только недавно стала замечать иногда искру в его глазах при взгляде на меня. Скажите, такое его отношение может быть обусловлено тем, что ему не пришлось меня особо добиваться? Или это норма, учитывая, что он даже больше эгоист, чем я? Просто я впервые встретила такого эгоиста. Хоть и в здоровом смысле, как мне кажется. Есть еще общая проблема. Если это проблема. Мы оба не влюблены. С моей стороны, это как будто из-за возраста. Или прошлого. Я очень сильно влюблялась три или четыре раза. И уже очень долго не чувствую никому бабочек в животе. Но меня, если честно, это даже радует. Нет обсессивных мыслей об объекте влюбленности, а более спокойное, теплое чувство и привязанность. Конкретного вопроса нет. Хочется просто услышать ваше рассуждение о моих отношениях. Ну, блин, не знаю даже. Как будто бы все высосано из пальца. Да, и даже вот, знаешь, она так описывает. Первая проблема, вторая проблема. Ну, да не то, чтобы прям проблема. Ну, кроме второй, где мне кажется, что меня не ценят. Ну, а что вы хотели? Человек-эгоист. Да, причем вы сказали, что вам это нравится. Ну, нет, раз девушка написала письмо, то как бы чувствует она себя как-то, ну, как-то не так. Что-то не так. Может быть, она сама пока не может определить конкретно, что у нее есть вроде какие-то такие наметки, но она еще не разобралась, что именно. Но что-то ей вот не дает покоя в этом всем. Ну, я не знаю, я бы, наверное, если бы я была на месте этой девушки, я бы тогда подумала, а что, в общем-то, мне надо для счастья, собственно, чтобы сопоставить. Картинку, когда вот я счастлива, если бы мои отношения были вот такие. И ты составляешь списочек. Да, и нет, нет, как бы ты смотришь. Ага, вот этого там не хватает, и вот этого, например. Ну, так это и есть списочек. Да что тут списочек? Список не хватает. Вот этого, вот этого, вот этого. Хорошо, список. Составляйте список. Карту желаний. Но там дальше зависит от того, чего не хватает. Можете ли вы это исправить? Нужно ли вообще это исправлять? Можете ли вы просто поговорить с человеком и разрешить там что-то? Или можете, не знаю, поразмышлять, а для чего вам? Например, для чего вам нужно, чтобы было чувство, что вас любят и держат? Может, в заложниках или что? Зачем вам держать? Ну, как-то это странно. Знаешь, мне кажется, что у нее такой вот какой-то конфликт взглядов внутри головы. Знаешь, с одной стороны, ей нравится, что она эгоист, ее парень эгоист. Они такие вместе эгоисты. Вот уж. Сколько раз в этом подкасте сегодня прозвучит слово эгоист. Да, да, да. Знаешь, это немножечко не вяжется с какой-то такой стандартной моделью отношений, где вот люди живут ради друг друга. Вот прям, как она сказала, приносят себя в жертву. И мне кажется, вот эти вот два столпа в ее голове вот как-то друг с другом не вяжутся. С одной стороны, вот у нее есть свои взгляды, где ей нравится, что она живет для себя. Ее парень для себя живет и всякое такое. Тут не перебор с этим, что важно. И с другой стороны, в ее голове все еще есть вот это вот. Мне хочется, чтобы там меня добивались, мне хочется, чтобы... Меня удерживали. Да, 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 вот как-то... А потому что, мне кажется, в какой-то момент сформировалось убеждение, что если тебя удерживают, значит, любят. Значит, ты нужна. Ну, вот. Ну, хорошо не бьет, значит, любит. Нет, ну, знаешь, типа в кино так показывают, когда, типа, вот они расстались. И он такой, нет, я все-таки без тебя не могу. И там пытается ее вернуть. Вот эти все штуки. И, возможно, у меня отчасти тоже такое сформированное где-то в голове есть. То есть, если я человеку нужна, то он, типа, будет пытаться как-то, ну... Да, просто обычно это, знаешь, вот особенно в фильмах, показано не совсем правильно. Обычно это прям вот удерживание какое-то. Ты смотрела фильм «Три метра над уровнем неба»? Нет, я даже не хочу. Посмотри. Зачем? Там про любовь, да? Да, 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 да. Мне не нравится. Да, вот. И там столько плохого, поверь, вот именно со стороны отношений, которые так романтизируются ужасно. Вот там чел прям жестко добивается девчонку, и она такая, ах, любовь. Нет, это так не работает. Он прям арбузер. Ну, слушай, нет, я вот точно понимаю, что если, допустим, вот ситуация, где она там, они расстаются с парнем, и он такой, ну, иди. Ну, я бы тоже, знаешь, так, ну, оскорбилась бы, типа, в смысле, ну, иди. То есть, серьезно, настолько не заинтересован. Ну, мне было бы тоже неприятно на самом-то деле. Ну, когда вот прям так говорят, да, не очень. А когда тебе говорят, мне бы не хотелось, потому что мне хорошо с тобой, и я вижу будущее в наших отношениях и всякое такое, но я не могу тебя удерживать, поэтому, если ты хочешь, то, ну, это твое желание. Вот так, если тебе отвечают. Ну, окей, типа, ну, ты не хочешь расставаться, но ты говоришь, если это твое решение. Но для меня было бы в норме, чтобы человек предпринял попытку наладить что-то. Да, да. Вот, а не просто, типа, ну, я, как бы, не хочу расставаться, но раз ты приняла такое решение, то хорошо, тогда навспишемся. Вот в данном конкретном случае, кстати, непонятно, вот идет ли человек навстречу ей. Ну, да. То есть, в каких-то моментах. Вот она ему говорит, мне не нравится, что мы там, допустим, не знаю, мало проводим времени вместе. И он такой, да мне пофигу. Или он говорит, ну, давай проводить тогда времени вместе больше. Вот такого не хватает, такой информации. Ну, да, странно. Но я не думаю, что все вот это вот, что вы там описали в письме, это из-за того, что он вас не добивался, у вас не было там какого-то конфетно-букетного периода, то есть, что если бы вот он вас добивался, тогда бы он более дорожил бы вами. Ну, мне кажется, нет, это странно как-то. Ну, мне кажется, немножко тоже не так работает. Особенно учитывая, что, ну, им ближе к 30. То есть, ну, уже, знаешь, какие-то, какой-то опыт в отношениях есть. И это подростковая такая, знаешь, вот влюбленность, когда ты прям такой, а, я должен прям вот добиться. Ты знаешь, нет, это вот, знаешь, такие советы плохих подруг, ну, тоже, там, 30-летних, которые... А, Наташа, а вот потому что, типа, ты легко согласилась, и он не ценит. А надо было, да, надо было мариновать его, а ты сразу вот это все. Конечно, типа, он такой, а ну все, цель, типа, галочка поставлена, все, ты нужна. Это как совет рожей второго. Че ты? Ну, вот это вот, мне кажется, с такой же историей. Да, решение любых проблем. Я вот заметила, что какой-то вот акцент на том, что он эгоист, вот прям в этом письме очень присутствует. И для меня это интересно, типа, чем это прикольно, ну, кроме того, что не надо приносить себя в жертву. Мне кажется, если он эгоист, то вполне себе даже возможно, что он скажет, приноси себя в жертву ради меня. Ну, типа, в смысле? Я же центр этой вселенной, подождите-ка. Да, поэтому вот эта зацикленность на эгоистичности, вот сюда было бы, наверное, интересно копнуть. Да, и я вот понимаю, знаешь, посыл изначальный, типа, что вот ей нравится, что парень эгоистичный, потому что вот нет вот этих страданий, отношений, где вот в жертву приносится и так далее. Посыл-то хороший, но немножечко не туда, знаешь, как будто он слишком радикально зашел вперед. Ну, я бы не назвала это вообще эгоизмом, ну, типа, мне кажется, это не к эгоистичности куда-то. Да, 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 да. Нужно, ну, какую-то здравую середину в этом находить, просто адекватного человека, который не будет приносить себя в жертву в отношениях и при этом не будет эгоистом. То есть он будет где-то вот посередине, он будет просто средним адекватным человеком. Ну, и вот по поводу, там, я раньше так влюблялась, там бабочки в животе были и все такое. Я вообще слышала, что это вроде как не очень хороший признак. Ну, типа, да, это влюбленность, но скорее, ну, ничего хорошего. Почему? Ну, это так, психологи в ТикТоке так говорят. А, да, точно. Тогда ладно. Вот. Но честно сказать, что все вот разы, когда, ну, типа, у меня были такие более-менее отношения, скажем это так, я не знаю, как это назвать, но вот это... Отношения, близкие к настоящему. Да. Это были те разы, когда я не чувствовала дикой влюбленности бабочек в животе и всей вот этой вот штуки. Вот, поэтому как-то... А вот как раз с бабочками отношения, которые... Да, да, там вообще все такое было дурацкое. Вот, поэтому, ну, честно говоря, опять же, я бы, наверное, обращалась бы к психологу, ну, сама. Не из-за того, что там, типа, парня надо повести, и нам нужен семейный психолог выяснять свои проблемы. Разберитесь с собой, типа, потому что... Да, в своих желаниях. Непонятно, да. Какая-то фиксация на эгоистах. Почему вам нужно, чтобы вас, типа, удерживали и любили, типа, зачем это вам нужно? Почему вы не можете давать себе ту самую любовь, которую так хотите от других получать? Почему бы не быть самодостаточным человеком? Да, да. Ну, в целом, от того, что вы чувствуете себя как-то, видимо, некомфортно в отношениях, поэтому, ну, я бы сходила. Да, 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 согласен. В этот раз не могу сказать, что можно самой там, типа, поковыряться, потому что как будто бы конкретного запросика-то даже нет. Просто вот есть какие-то вот... Неудовлетворенности какие-то. Штуки, которые, вот, ну, их можно копнуть, но у меня не хватает квалификации туда вот копать. Да. А какого-то специалиста, я думаю, у какого-нибудь, любого, хватит, да. Ну, в общем, удачи. Просто, знаешь, мне кажется, совет сходить к психологу несколько такое. Подзатёрся? Не то, что подзатёрся, ну, типа, вот такие у меня штуки вот в отношениях, и мы такие, сходи к психологу. Я такие, а, блядь, да что вы. Вот это новость. Да. Ну, а если всё-таки что-то такое своими руками, ну, вот я, честно говоря, почти не представляю, что можно сделать, кроме как разговаривать с человеком, объясняться, говорить о том, что вы чувствуете. Высказываться при этом и, возможно, через... И спрашивать. Да, спрашивать через разговор, через вопросы, через свои высказывания, возможно, вы придёте к какому-то плюс-минус пониманию того, что вам нужно. Ну, да, вот, видишь, она говорит, я ещё не знала, там, что он чувствует, только, там, когда-то начала замечать что-то в его глазах. Вот как будто бы хочется, чтобы вы спросили вообще, что он думает, что он чувствует, и не разбор полётов это был. Да, просто разговоры. Вот что-то вот туда. Такое ощущение, что вы ничего не знаете о нём. Ну, я имею в виду про чувства, про мысли, вот это вот всё. Второе письмо. Давай. Привет, Сашка и Дашка. Привет. Ваши подкасты всегда являлись для меня отдушиной даже в самые тяжёлые времена. Очень надеюсь, что ваш взгляд на мою ситуацию поможет принять правильное решение и, наконец, успокоиться. Ситуация следующая. Полгода назад я завершила очень долгие отношения, в которых была несчастна весь последний год, и выполняла в них больше роль матери, чем девушки. Круто. Ага. А парень был инфантильным и несамостоятельным, и всё решала за него я. По итогу я так устала от этой роли, что началась депрессия, и я приняла самое важное решение в своей жизни – оставить его. Молодец. После этого мне вообще никого не хотелось, и мне даже диагностировали эту самую депрессию. Ого. Но продлилась хандра ровно полтора месяца, после чего я начала расцветать и появилась потребность в мужском внимании. Тогда я сходила на первое свидание за 10 лет. Что закончилось с сексом по моей инициативе? Опа. Вот это я обожаю, когда вы такие сначала в отношениях, сто пятьсот лет, потом расстаётесь, и кто-то сразу уходит в такой вот отрыв. Накопилось. Ну да, ну как это интересно всё работает просто. Не, мы не обвиняем, если. Да, да, да. Обвиняем. Шутка. Парень, пусть будет Виталик. Она так сказала, пусть будет, он не сто процентов и есть Виталик. Мне безумно понравился, и у нас начались отношения. После пары лет сухого шпеха, формулировочка специально для вас. Запомнили. Сухой шпех. Это, я так понимаю, знаешь, секс в отношениях, которые вот-вот развалятся. Нет, я думаю, ты знаешь, когда готовишь какую-нибудь строительную смесь, она слишком жидкая получится. А ты шпеха сухого туда. Сухой шпех нужен. Ты чё? Петрович, я заказал четыре мешка сухого шпеха. Кому стоят пыляться? Ой, ну это из выдраньки, которые делают. Да, да, да. Так вот, значит, я наконец-то вспомнила, что такое качественный секс. Но дело, конечно же, не только в этом. Нам очень хорошо, в принципе, вместе. Мы постоянно угораем, и многие наши жизненные ценности схожи. Хотя и есть один жутко важный момент. Как и бывший он, инфантильный 30-летний парень, который не знает, чего хочет от жизни. В то время, как я уже состоявшийся специалист, и мне хочется иметь рядом мужчину примерно своего уровня. Твердо стоящего на ногах, у него же профессии нет. Это как? В 30 лет нет профессии? Интересно. А чем он занимается? Нюци, но он лифанс кидает. Это тоже профессия. Но пока не зарегистрированная, так что считай, нет профессии. Также он почти никогда не берет на себя ответственность за принятие любых решений. Он просто течет по течению. Течет по течению реки под названием жизнь. Под названием река. И не привык чего-то добиваться. В основном у него все происходило по связям. Что, из Краснодара, что ли? Наверное, если бы мне было 18, меня бы ничего не смущало. Но мне 28, и мне кажется, что к выбору партнера в таком возрасте стоит подходить более прагматично. Я готова его поддерживать во всем, и вижу в нем большой потенциал для развития. Но он вообще не знает, чем ему хочется заниматься. А ему, напомню, 30. Был момент, когда мы расставались на пару месяцев, и я общалась с другим парнем, полной противоположностью Виталика. Он был амбициознее и взрослее по характеру, но он совсем меня не привлекал. А вот Виталик прямо-таки магнит. Что ж такое, а? Вот когда я это вслух читаю, ничего вас не смущает вообще никак? И я отлично понимаю, что это все может привести к такому же сценарию, что и с бывшим. Получается, что мне хочется хотеть одного, а на деле я хочу другого. На деле я хочу то, что меня разрушает. И мы не раз говорили с Виталиком на эту тему. Он и сам очень хочет поменяться. Ну, как будто у него не хватает сил и мотивации. И это меня отчасти даже обижает. Так как этой мотивацией, надеюсь, статья. Возможно, Виталик изменится, видя мой пример успешности. А может быть, я вообще не права, что циклюсь на этом, и пусть все идет, как идет. С одной стороны, очень не хочется терять время на бесперспективные отношения. А с другой, нам вместе жутко классно. И да, наверное, лучше уточнить, что мы вместе полгода. Ну, не считайте, два месяца, когда не расставались. Очень надеюсь, что вы привнесете свои мудрости и света в мою историю. Нифига, а что вам еще? Свет и мудрость. Выберите что-то одно, пожалуйста. Я не могу всего сразу. Вы там, ну, одну заявку прикрепили всего лишь. Ну да. На мудрость. По квоте вам только одна положена. Ой, ну вообще, конечно, классик ситуасьон. Конечно. Когда тебе просто нравится какой-то странный чел. Условно назовем их бэтбой. Потому что ситуация очень похожая, знаешь, когда девушки ищут бэтбоя в себе. Он такой негодяй, но почему-то он меня оскорбляет. Да. Давайте в данной термин, в данной ситуации, в этот термин бэтбой, мы включаем там и маменькиных сынков. Это бэтбой, да. И мудаков, и, не знаю, арбузеров. Ну, короче, всех-всех-всех. Вот мы сейчас их в бэтбой записали. Да. В данном подкасте. На данный момент, напомню. На ближайшее время. Да, да. Так вот, когда девочки ищут бэтбоя, а тут вроде нормальный парень. Она такая, блин, ну конечно, классный, но не то. Ага. Это как, знаешь, блин, для здоровья было бы очень круто пить только воду. Ну что, так пива хочется, прям не могу. Что-то как-то... Ты что, мои мысли читаешь? Прямо бы сейчас, как лупанул бы пиво. У меня на столе рядом с микрофоном стоит вода, но я сейчас сижу и хочу пиво. Ну вот, да, да. Это вот то же самое, по сути, только вот в гастромире. Мне кажется, что это связано, опять же, блин, я, наверное, занудская зануда. Мы знаем это. Заткнись. Вот. Это связано с психологичными проблемами в голове девушки конкретно. Ну, в этой ситуации. Вообще, на своем примере реально могу рассказать, что мне всегда нравились мудаки. Ну, прям конкретно вот люди, которые... Тебе с ними весело, классно, да, там, типа, влюбленность. И даже такая, ах, он не знает, как меня зовут, не запомнил. Ну, вот, примерно, да, да, примерно вот такая вот херня. Но, типа, эти люди, ну, на самом деле, они вроде бы к тебе, как бы, ой, да, ты классная, но как бы... Но мне на тебя пофигу, и это видно. Да, но мне на тебя пофигу, вот. А, ну, когда ты влюблена, ты же, естественно, это не чекаешь нифига. Вот. И ты не замечаешь, ты хочешь интерпретировать все эти знаки, ну, как тебе удобнее. Вот. И мне всегда нравились вот такие. И после только того, как я начала работать с психологом, это начало меняться. Я в шоке, я вот недавно просто я об этом думала. Мне, у меня как будто типаж поменялся. Да, конечно, мудаки, я еще все такая смотрю, привет. Ну, такая, ну, ты, ты мудак, пошел ты, да, да. Я просто вижу, нет, ты нет. Типа, да, ты, конечно, секси, но... Вот. И это... Поздравляю тебя с проделанной работой. Спасибо большое. Три года. Зря вот это столько денег уплочено, ты че? Но я не жалею вообще, потому что реально работает. Реально получилось докопаться до травмирующего там события, там, или момента, или травмирующих отношений, откуда все пошло. И, ну, вот как спутанные ниточки по чуть-чуть, по чуть-чуть распутывать. Там еще работы достаточно, но часть ниток уже распутана. Все окей. Ты видишь прогресс. Да, я вижу прогресс, я вижу, что я по-другому реагирую, я вижу, что я по-другому думаю. И в мудаческие отношения я сейчас не вступлю. А если вступлю, то потребуется не так уж много времени, чтобы я, ну, поняла, что это такое, и сама бы приняла решение выйти из них. Увидишь грабли на подходе к ним. Да, да. Не, ну, я могу на них наступить, как бы, но я не буду с этими граблями еще долго стоять и не понимать, а че это? Ой, как же я на грабли наступила? Да, 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 как же так вышло? И я просто выкину их там или еще сожгу. Вот, что я сама приму решение выйти из этих отношений. Я уже так делала, вот что. А раньше, вот когда у меня были вот эти мудаческие все отношения, ну, естественно, они меня бросали, потому что я там, типа, в другой позиции, как бы, была, более зависимой, скажем. Вот, а сейчас я такая, ну, я, типа, откидываю волосы назад, как крутая девчонка. И такая, о-о-о, я больше не та, что прежде. Ну, короче, вот, наглядный пример, конкретно мой. Ну, у девушки, я так понимаю, похожая по, скажем, направлению, но, по сути, другая позиция. То есть она, скорее, знаешь, не ищет мудаков, а вот как раз-таки ищет мудки. Инфантильных. Инфантильных чуваков, чтобы, вот как в предыдущем письме, приносить себя в жертву этих отношений, вот, быть вот этой вот мамкой, которая все за него решает. Потому что где-то внутри, где-то внутри ей это нравится. Ну, наверное. Может, и не нравится, но она по-другому не знает, как. Ну, да. Возможно, у нее просто вот такая вот изначально заложенная модель отношений в голове. Да, может, в семье такая же модель, или у родственников где-то такое вы подсмотрели. Это же все впитывается, даже мы не осознаем абсолютно. Вот, поэтому то, что вы выбираете инфантильных, инфантильных, это вот ваш какой-то вот пунктик на этом есть. Откуда он? Опять же, мне не хватает квалификации, и я больше скажу, вряд ли хватит одного подкаста, чтобы это разобрать. Мне вот, ну, около трех лет потребовалось. Ну, может, я тупая, конечно. Вот, а тут как бы, ну, вот, типа, есть хороший, но Виталик прям магнит. Ну, и чем он вас магнитит? Вы пишете, что, ну, нам с ним хорошо и классно, но вот он, типа, не хочет развиваться, не хочет то, не хочет это. Это разве хорошо и классно? Ну, типа, если вы недовольны. То есть я не понимаю, как вам хорошо и классно, если вы недовольны. Но я могу предположить, что именно ей нравится, именно вот в таких инфантильных людях. Это легкость. Чаще всего инфантильные люди веселые, с ними весело и интересно. Знаешь, они не вот эти вот зануды, которые там... Работная работа, у меня только работа, больше ничего нет. Я даже ничего не хочу больше знать о другом чем-то, кроме работы. Хорошо. Вот, и ей скучно с такими людьми. И она, ну, головой-то понимает, что, да, было бы хорошо с ним, потому что он взрослый, но скучно. А вот с тем весело. Вчера были раки по 3 рубля, но маленькие. А сегодня по 5, но большие, понимаешь? Вот так как-то. И в тех, и в тех есть свои плюсы и минусы. И она хочет, чтобы были только плюсы в одном человеке. То есть, чтобы он был и взрослый, и адекватный, и хорошо зарабатывал, и знал, что у него впереди какие-то планы, там, всякое такое. Был амбициозный и всякое такое. И при этом он был веселый, легкий, с ним было интересно и всякое такое. Ну, здравствуйте. Ну, блин, сложно. Это сложно найти, извините. Нет, такие комбинации, конечно же, есть в людях, но реально сложно. Вообще, я не помню, мы с кем-то обсуждали, ну, вот, немножко в другом ключе тему ответственности и развития, связанную с работой. Ну, какое-то там исследование проводилось, по-моему, в Штатах, в какой-то компании крупной. В общем, предлагали людям повышение, взять на себя больше ответственности, все такое. Из 100% только 20% людей такие, да, мы хотим. Все остальные 80% сказали, да, мы не хотим, мы хотим быть просто исполнителями. Да, да, да. Нам типа так норм. Да. И просто... Далеко не все люди амбициозны. Так вот, это перекладывается, в принципе, на жизнь и на отношения. Очень большое количество людей не готовы брать ответственность вообще, в принципе. Ни за какое решение, ни за свою жизнь, ни за жизнь другого человека. Да, да, от ответственности практически все бегут как от огня. Это же прям, ой-ой-ой, одна из самых главных бед в отношениях. Ответственность и все. Нет, у меня слово это уже пугает. Да. Ответственность. Бум. Ну, короче, вот, да, поэтому как бы удивляться и искать прям, чтобы вот точно был ответственный. Ну, может, и вам это и не нужно на самом-то деле. Может, это вы придумали, что вам нужно, чтобы он тоже стремился, чтобы он тоже все делал. А зачем вам это вообще? Да. Во-первых, зачем вам исправлять человека? Вот, знаешь, ну, типа, вот мне такие нравятся, но я буду давить на него, чтобы он менялся и был вот другим абсолютно. А потом он мне разонравится, и я его брошу. Как это бывает иногда. Ты стал слишком серьезный ответственный. Да, 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 раньше ты был веселый. И уйдет к такому же, как он был раньше. Да, да, да. Класс. Просто нет, она говорит, мне, я устала от роли мамочки и все такое, но я бы точно устала. Я вообще такое вот, ну, мне кажется, не приемлю. Я не смогу просто вот в силу своего характера, я такое на себя взять не смогу. И если вы не хотите реально там роль мамочки и чтобы все вы решали, то, ну, надо будет пересмотреть какие-то свои взгляды на мужчин. Может быть, реально покопаться, вот, определить, почему вас туда так тянет, почему вы не можете разглядеть, скажем так, достойный кандидат, не можете разглядеть в нем привлекательность. Хотя в нем имеются все качества, которые вам должны, по идее, нравиться. Может, вам просто мама сказала в детстве, что, ну, в детстве, условно детство, что мужчина должен быть ответственный, должен стремиться, а если он сидит на диване, то он не мужчина. Ну да, и все. И она вот видит человека, вот только он садится на диване, да-да, блин. Ты не мужчина! Вот, то есть в чем проблема конкретно, непонятно. И тут есть где копаться, что изучать. И эта работа ваша, ну, над собой, в себе, она не относится сейчас конкретно к вашему, там, Виталику. Потому что, ну, Виталик, он вообще даже не знает, наверное, что вы нам пишете, и он такой, ну, я Виталик. Здорово. Типа, чё, кого? Я даже не в курсе был, что мы два месяца не встречались. Ну да. А вот эти все обещания, я буду развиваться, я буду то, я буду сё. Если человек не хочет... То он и не будет. Да, и вообще вот эта дурацкая, мне кажется, ситуация, что я хочу стать для него мотивацией. Фу, пожалуйста, не надо. Зачем? Ну, типа, потому что это красивая история, мне кажется, вот в глазах девочки. Ну, это дурацкая история. Каждым сильным мужчиной стоит ещё более сильная женщина. Да, я не знаю, может быть, это раньше так работало, но сейчас, возможно, это отходит. Я просто не знаю, у меня раньше не было. Блин, я раньше был, и это стереотипы. Я просто думаю, что сейчас, как минимум, это уже не так актуально, потому что гёрл пауэр, всё такое, женщины сами добиваются, и мужчины тоже. Ну, то есть мы там стремимся к равноправию. Я не говорю, что не хочу сейчас принижать, что всё, мужчины там все сидят, на диване пердят. Вот, но что, они тоже, типа, что-то делают, и женщины могут это делать. Ну да, ситуация меняется чуть-чуть. Да, да. А может быть, у вас будет современная семья, где вы такая вся, там, что-то развиваетесь, мотивируетесь, что-то делаете, а он у вас домохозяин. Домохозяин. Окей. А вдруг, блин, он отличный домохозяин. Такое может быть запросто. Вот, ну, мало ли. Блин, было бы так круто. О, да. Типа, не надо тебе посуду мыть, что-то готовить, всё мужик сделает, а ты такая, я на работу. Блин, вообще было бы круто, знаешь, тебе не надо работать, сидишь дома, моешь посуды, сериалы смотришь. Ты и так этим занимаешься. Но я при этом ещё и что-то работаю. О, ну, извините, раз в неделю на подкаст вытащили. Простите, ради бога. У меня же ещё много всяких подработок. О, ну, и раз в месяц ещё на съёмки. Извините, простите. Вот. Давай не ной. Короче, я надеюсь, мы там что-то, что-то там, это... Ну, как минимум, накидали каких-то слов, там, каша получилась непонятно, но в этом держитесь. Ну, грустишь, не грусти как-то. Ну, давай так. Вот. Если шо, пишите. Ну да. С вами были Сошка. И Дошка. Йоу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok